Одесса, 8 января 2023 года. Друзья, сейчас мы с вами посмотрим одно видео и немножко поговорим о нем. В первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной Группировки Российских Войск реализована операция возмездия. В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих военнослужащих в городе Краматорск. В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих и в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений военнослужащих уничтожено более 600 украинских военнослужащих. Итак, кто не понял, со слов Коношенкова Россия нанесла массированный ракетный удар по Краматорску по двум общежитиям, в которых якобы находились украинские военнослужащие. В одном было 700 военнослужащих, в другом было 600. Вследствие чего общежития уничтожены вместе с украинскими военнослужащими. И как хвастливо заявил Коношенков, уничтожено 600 человек. Вот одно общежитие, вот второе. Съемка была сделана через какое-то время после нанесения этого массированного ракетного удара. Вот второе общежитие. Ну вы видите, что они практически полностью уничтожены. Ну что, Коношенкову нельзя не верить, он же всегда говорит правду. Удар был такой массированный и такой сильный, что даже не пострадали гаражи, которые находятся между этими двумя общежитиями. А это фото непосредственно с места прилета. Как видите, это общежитие напоминает то здание, где могли погибнуть 600 человек. Это взрыв ракеты возле гаражного кооператива. Видите тоже, гаражи просто даже не пострадали. Стена и то целое. Скажите, друзья, вам не показалось, что эта информация, которую подал Коношенков, очередное вранье и дешевый пердеж со стороны Генерального штаба России? Командованием Объединенной Группировки Российских Войск реализована операция возмездия. Бля, ты можешь нормально пропердеть, бля? Ты пропердеть можешь? Я закашлял. Руслан, ты можешь нормально пропердеть? Ну Юра, безданная кто, он уже пердеть не умеет. Если для кого-то этот видео каламбур оказался слишком грубым, я прошу прощения. Но у меня именно такое отношение к той операции возмездия. Примите слова самой искренней благодарности за ваши добрые, сердечные, дружеские комментарии, поддержку моего замечательного города и моей любимой родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всем вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok